Всем привет, с вами Zaza и это третья серия Raccoon в CSGO, сегодня я один и сегодня я хочу вам показать один из моих соревновательных матчей, последний на карте Mirage, был 7 августа. Я, честно говоря, не знал о этой, не знаю, возможности в CS-очке посмотреть свои матчи, но мы будем смотреть только лучшие моменты, естественно, дабы видео не растянулось. Как вы понимаете, я буду показывать именно те матчи, это будет не так часто, которые были с моей победой. Ну ладно, давайте приступим, очень приятно то, что можно посмотреть, сейчас пока будет загрузочка, пару слов скажу, что здесь было, на мой взгляд, против меня играли не самые сильные игроки, иначе бы я просто бы, ну не получился бы у меня такой бы счет, потому что если уж я сыграл более-менее нормально, ну как мне кажется, то значит это действительно ко мне попались довольно слабые игроки. Играл я в соревновательный режим лишь для того, чтобы меня вернули, восстановили в звании, так как после того, как я приехал с дачи, естественно, мое звание было забыто за четыре-то недели, не игры в соревновательном режиме, и мне надо было выиграть хотя бы одну игру, я две в итоге проиграл, и вот последнюю выиграл. Так, надо было, наверное, поставить не в сети, иначе сейчас, может, ему еще что-нибудь напишут, ну ладно, не страшно. Так, вот, собственно говоря, сам старт. Так, это быстрые переходы к лучшим моментам. Так, вот, собственно говоря, это еще, кажется, разминка, но по-моему, да, это еще разминка, раунд нулевой. Давайте посмотрим, а, это карта, и вот, вот, наверное, сам прикольный момент. Просто как, я не знаю, как он меня не заметил, как я его не заметил. Ну и сейчас я сольюсь, конечно же, ну естественно, да. В общем, это было довольно странно, что он сидел рядом со мной. Кстати, когда смотришь демо, я так не понял, что значит демо, вроде как просто весь матч показывает. Вот первый раунд уже сыграли мы, в лучших моментах там не было, то что я сдох. Здесь на самом деле какая тема, вот тут вот наверху на лестнице ходит еще один чувак, но я его просто не вижу. Откуда я об этом знаю? Вот, его сейчас убили как раз-таки. Это очень легко, потому что, когда смотришь демо, ты можешь использовать камеру, которое позволяет тебе вращаться и смотреть с любой точки, с любого ракурса. Вот еще один мой фраг в хэд, вот еще один мой фраг, и это уже прогресс, если я двоих убиваю. Ну, на этот раз меня нашли, естественно, дважды, потому что я не знал, что там был парень в тот раз. Так, мы уже 4 раунда ведем, я постоянно кидал дым наверх, дабы не пришли оттуда. Ну и тут уже последний чувак оставался, я просто вышел на помощь друзьям, в принципе, ничего особого. Этих людей, конечно же, никого не знаю, играл я один, так сказать. Так, взял я АУГ, или АУК, да не так, правильно, наверное, таки АУК. И тут, видите, очень частенько лучшие моменты, просто, так сказать, порабатываются очень быстро. Мне, в принципе, понравилось, что я опять убиваю бота, потому что у них один парень ливнул. И, в принципе, ничего здесь больше, по-моему, не будет. Сейчас по карте теперь-то видно, где соперник, но я-то этого не знал. И вот я его встречаю, одного с плентом-то, а второй, видите, сидит на респе, и его тоже убили. И так, вновь, уже 7-0 счет, и ничего, казалось бы, не предвещает беды. 7 хп, я, по-моему, никого не убил, действительно, у меня 7 хп, я без жизни. Но последний парень, и я так не стесняюсь, ухожу и стреляю ему в спину. Так, что же будет дальше, давайте посмотрим. Вот это, как обычный мой дым туда наверх. Видно, что кто-то хочет выйти, это опять бот, на этот раз я не стреляю вокруг него, стреляю более-менее в него. Попадаю, жду дальше соперников, какой-то Янок убивает Blackout, и вот я нахожу одного, а второй, по-моему, меня убьет. Второй, по-моему, меня убьет, да. А, нет, я попадаю ему в хэд, действительно, очень неплохо получилось, и там просто, не знаю, добивают, по-моему, или мы проиграем раунд, я уже не помню. 6 хп было мало у меня, но второй все-таки смог завалить. На этот раз я решил войти, по-моему, забыл купить смок, и сразу же встречаю друга. И что же дальше? Действительно, довольно сложно ориентироваться, потому что я не понимаю, какой момент он дальше решит показать. Ага, дальше я просто выхожу и добиваю. Вот 25, как видите, я играю, похоже, не совсем с русскими, потому что парни пишут Y, очередной смог, захожу уже, не один захожу. И сейчас будет просто эпик фейл, поверьте, не сейчас, а вот далее. Вот смотрите, пацана убивает, и я не понимаю, откуда это делать. Я думаю, парень снизу, сижу, нахожу его, а там еще был парень сверху. Ну это мастерски, я зафейлился, но что поделать. Так, вновь дым, как обычно, просто стандартный. И на этот раз я уже встречаю, ну кончаются патроны, и вы думаете, что я буду делать, я умру. Но нет, видимо, пацан не спалил меня, что ли, и я его спокойненько снял дальше. 35 фп, ну, здесь я его заметил, но меня прострелили просто хэд. Так, идем дальше, что у нас тут, я все время ходил на А, кроме самого первого раунда, потому что пошло 4 человека на А, и я решил пойти со вторым на Б. Не знаю, как я здесь сквозь дым его увидел. По-моему, в игре было более-менее видно его, и я прострелил сквозь дым, но второй бот, того парня, который я как раз-таки убил, узнал, что я там, и меня убил. Продолжаем идти, счет 12-2, первая половина игры заканчивается, и вот я встречаю одного. Странно, что второй наверху меня вообще не замечает, у меня перезарядка, я в него настрелял в спину, но у меня все равно, а, нет, он меня видел, и у меня каким-то образом попал. Вот, счет был первой половины у вас, я думаю, вы не успеете, посмотрите, поэтому давайте посмотрим вот так. Я пока что на первом месте, счет у меня неплохой. Вот, мы начинаем пистолетный раунд, я такой по-крысерски сверху захожу, и раунд опять был наш. Пошел я по виду немного после туннельчика. Понимаем то, что бомба поставлена, бомба стоит на А, но я решил отойти. И вот, я этот парнишку тоже не видел, когда вдвоем проходили, одного из нас убили, вот я выжил, но, как видите, все равно смог его убить, я его случайно заметил, честно говоря. Здесь я просто поставлю бомбу, и все, и на этом закончится игра. В смысле лучшие моменты, потому что дальше ничего интересного не было. Вот, окончательный счет, я думаю, вы видите, мне наконец-то вернули мое звание, невысокое. Я очень удивлен, что занял первое место. Ну, в принципе, это и все, поэтому, ребят, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Если хотите играть со мной, обычный режим, ребят, обычный режим, без скайпа. Добавляйтесь, друзья, в стиме, вступайте в открытую группу. Почему не соревновательный? Потому что, чтобы сыграть со мной соревновательный, вы должны играть, ну, по крайней мере, не хуже, чем я. А для этого вначале надо со мной поиграть на обычном режиме. И так, чтобы я понимал, что вы именно мой подписчик, что я играю не с каким-то случайным человеком, а именно вот с вами, да. И вот то, чтобы я видел вашу статистику, несколько матчей играем. И если вдруг я вижу, что вы там действительно просто тащите, то я готов с вами сыграть свой виновательный режим. И нет, даже не до конца готов. Это значит, вы должны еще не ругаться матом, не говорить ничего плохого. У вас должен быть более-менее хороший микрофон. Вы должны слушать мой ужасный микрофон по скайпу, потому что этот микрофон в скайпе не работает почему-то. Не знаю, в общем, да, все странно. Я говорю с ужасного микрофона. Записываю, как видите, этим. Ну так вот, и тогда я вас добавляю в скайпе. Мы с вами играем в соревновательный режим, потому что невозможно играть соревновательный без скайпа. Уж потому что это дает некое преимущество. Ну ладно, ребята, вот теперь точно все. Еще раз всем спасибо за просмотр. Естественно, мой Steam аккаунт вы найдете в описании. Всем, ребят, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok